Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Горожанка в селе. Я рада всех приветствовать, кто заглянул ко мне на канал. И сегодня я вам покажу, как мы лепили снеговика и пекли рыбный пирог. Получается у тебя там, Настя? А? Получается комочек? Что-то у тебя маленький какой-то. Ты его прихлопывай маленько. Ну покажи, какой получился. А, надо тебе, чтобы много было снега. Ну тогда лезь в глубокий снег. Кряхтим, но катим. Пытаемся снеговика сделать первый шар. Покрякивает. Нет, сейчас что-нибудь найдем. Снеговичок, как тебя звать? Петя. Петя. Снеговик Петя. Привет, Петя. Привет. Как твои дела? Нормально. Нормально? Да. Ты не растаивай давай. Стой тут у нас аккуратненько. Вот такой снеговичок мы слепили с Настей. Угу. Особенно сомнёй. Нравится тебе такой снеговичок? Да. Твой любимый. Первый снеговичок в этом году. Угу. Летит где-то самолёт. Ничего не видно. Шум такой. И капель. Тут вот сыр, видите? Накапало уже. Южная сторона. Так. Сырой. Лужица. Но обещают ещё морозы. Снеговичок наш тут стоит. Ладно? Петя, пока-пока. Оставайся. Мы домой пошли. А дома мы будем готовить пирог. Вот это тесто. Оно называется у нас добное. Сметана. Гашёная содой. Два яйца. Растопленное сливочное масло. Разрехлитель. Мука. Соль. Вот такой вот. Я его разделю. Третью часть отделяю. На крышечку. А это будет донышко пирога. Начинка у нас состоит из риса. Лучок томлёный с растительным маслом. Рис подсолёный, смешанный с перчиком. И вот этим луком. Вот так мы раскатываем на листе тесто донышко. И готовим ещё крышечку для пирога. Рис, подготовленный заранее, раскладываем ровненько, разравниваем на донышко. Это рыба консерва. Рыбная в масле. Это хорошая консерва. Стараюсь брать подороже, получше. Вот так я её распределяю сверху на этой рисовой основе равномерненько. Вот так я собираю пирог. То есть краешки крышечки присоединяю. Так вот оформляю его. Ну, как все, наверное, делаю отверстие для того, чтобы пирог дышал. Можно, конечно, его наколоть. Но как-то вот так у нас принято в семье. Так делали мама, бабушка. Так и я делаю. Вот. Ну и что его? Духовочку. И ждём, когда он приготовится. Вот так он выглядит, когда он приготовился. Тесто очень сдобное. Такое прям вкусное. Его можно отдельно кушать. Так сказать, как отдельное блюдо. Вот я пытаюсь тут снять, продегустировать его, но забыла нажать. Но ничего страшного. Не каждый раз чамкать на камеру. Поверьте мне, что пирог был вкусный. Готовлю я его не часто. Только когда кто-нибудь вспомнит про этот пирог. Я его, когда готовлю, вспоминаю маму и бабушку. Спасибо им большое, что научили готовить мне такой вкусный пирог. Ну что, пришла пора прощаться. Спасибо вам всем, кто посмотрел. Заходите на мой канал. Я вам ещё что-нибудь покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok